Еще до моего рождения отец купил новую Волгу, потом были Жигули и я до сих пор помню этот волнующий запах нового автомобиля. Покупка машины всегда праздник, но вот дальше порой начинаются суровые будни. То одно сломается, то другое. Хорошо, если есть гарантия. Но а если она только на бумаге? И такое случается. Добрый день, вы теле-ток-шоу «Служба доверия» и с вами я, Андрей Ихпус. Здесь мы помогаем москвичам решать проблемы, с которыми они не смогли справиться самостоятельно. Сегодня в программе. Новый Volkswagen за полтора миллиона и в подарок куча проблем с коробкой передач. Через 8 месяцев после покупки началась проблема, стала себя проявлять. Пропадала тяга между 4 и 5 передачей. Пять лет гарантии только на бумаге. Программа лояльности к хозяевам новых авто оказалась совсем не лояльной. Очень часто сталкиваемся с теми вопросами, когда у людей заканчивается гарантия, и они приезжают и говорят, а что нам делать? Кому выгодно замалчивать проблему с негодными агрегатами в немецких автомобилях? Покупатели, клиенты намертво привязаны к дилерам и платят им сумасшедшие деньги за весь срок гарантийного обслуживания. В службу доверия обратился московский автолюбитель Денис Бгавин. Три с половиной года назад он купил новую машину Volkswagen Passat с новейшей автоматической коробкой передач DSG-7. С тех пор он постоянный клиент автосервиса из-за проблем с этой самой коробкой. Как быть? Давайте попробуем разобраться. Денис Бгавин сел за руль сравнительно поздно, в 31 год. Да и то тещи с тестем настояли, мол, родится ребенок, как в семье без автомобиля. Денис начал копить деньги и в мае 2010-го купил машину своей мечты – Volkswagen Passat CC. Я когда увидел ее, она меня поразила, красивая. Я просто влюбился. Очень хотелось в такую красивую машину. Эйфория после покупки автомобиля мечты длилась недолго. На новой машине начала барахлеть автоматическая коробка передач. Через восемь месяцев после покупки началась проблема, стала себя проявлять. Пропадала тяга между четвертой и пятой передачей. Я обратился к дилеру, у которого приобрел этот автомобиль. Диагностика показала ошибки в сцеплении, его поменяли по гарантии. Несколько меня это насторожило, что поломка так быстро случилась. Но это оказалось только началом злоключения. В июне 2011-го Денис отправился на новой машине в гости к теще в Белгород. В дороге коробка вышла из строя полностью. Услышал, что там такой лязг в коробке, такой дребезг, что аж страшно стало. Пока на трассе ехал, оно за шумом этим было не слышно, обратился к дилеру официальному по месту в городе Белгороде. Они записали это на аудиопленку и отправили к импортеру. Импортер сказал, что нужно заменить полностью коробку в сборе и что они ее вышлют в Белгород. Через пару недель ее привезли и заменили мне всю коробку. Но и после полной замены коробки передач неприятности продолжились. Вскоре пришлось менять сцепление, а затем машина полностью встала прямо в плотном потоке движения на садовом кольце. Пришлось вызывать эвакуатор. Выяснилось, что в этот раз сломался электронный блок управления коробкой. Когда эти поломки стали регулярными, я, конечно, озадачился, решил в интернете попробовать выяснить, случайность это у меня или это массовая проблема. И стало выясняться, что сотни, если не тысячи людей сталкиваются с похожими проблемами. Конечно, очень озадачило это. И я обнаружил, что есть сайт, посвященный этой коробке dsg7.com и связался с его организатором Михаилом Давыдовым. Михаил задумался о создании такого сайта после того, как хваленая немецкая коробка на его новой машине вышла из строя в первый же месяц. И тогда на одном из форумов он разместил сообщение с призывом объединяться всем, кто попал в аналогичную ситуацию. Люди отреагировали. У нас нашлись инициативные товарищи, которые помогли создать наш сайт dsg7.com, на котором мы разместили наши пожелания сначала концерну, а потом уже это получилось так, что эти пожелания вылились в претензию. Вместе с другими участниками инициативной группы Денис с Михаилом подписали обращение к российскому отделению компании Volkswagen с просьбой продлить срок гарантии на злополучную коробку передач, как это сделано в других странах. В последнее время выяснилось, что проблемы с этой коробкой по всему миру. С 2009 года на похожую коробку, тоже dsg, 10 лет гарантии, либо 150 тысяч пробега в Америке, в США и в Канаде в том числе, после того, как национальный авторегулятор начал против них расследование, они быстро объявили такую гарантию. В Китае с марта 2012 года выяснилось, что тоже после организации многих групп в интернете по защите своих прав, Volkswagen также продлил гарантию до 10 лет, либо 160 тысяч пробега. Компания Volkswagen к чести своей ответила на обращение инициативной группы. Документ, подписанный исполняющим обязанности директора Volkswagen Group с Денеком Дреслером, говорил о том, что компания услышала своих клиентов и решила увеличить срок гарантии на узлы коробки передач DSG-7 до 5 лет. В этой ситуации многие люди даже не знают о том, что существует эта поддержка. И обращаясь в сервис, конечно же, нет никаких препятствий взять с них 370 тысяч, 100, там 80 тысяч, сколько стоят узлы и агрегаты. Те, кто знает, и то сталкиваются с тем, что официальные дилеры пытаются отказать в ремонте. И говорят, что это письмо непонятно откуда, непонятно кем подписано, мы ничего о нем не знаем и так далее. Денис – человек небогатый. И каждый раз платить сотни тысяч рублей за ремонт коробки передач, который положен по гарантии, он просто не мог. Поэтому планируют вернуть автомобиль дилеру и просто забрать свои деньги. Я бы был очень рад, если бы мне удалось вернуть эту сумму и приобрести другой автомобиль, более надежный, более качественный, с которым я мог бы спокойно ездить со своей семьей в любые поездки. Но главная мечта и Дениса, и Михаила, и всех участников инициативной группы – добиться от Volkswagen Group Rus извинений за качество автомобилей и официально признать проблему с коробкой передач DSG-7. Денис Бгавин сегодня в нашей студии. Давайте его поприветствуем. Денис, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. А разбираться в этой непростой ситуации нам помогут эксперты. Михаил Давыдов – создатель сайта, посвященного проблемам коробки передач DSG-7. Андрей Воронин – генеральный директор компании «Автоправо». Андрей Антипов – технический директор автосервиса по ремонту автоматических коробок передач. Алишер Захидов – адвокат. Чтобы обсудить проблему Дениса, мы приглашали прийти в нашу студию представителей компании Volkswagen Group Rus. Но, к сожалению, они оказались очень заняты. А может, просто не захотели разбираться в столь щекотливой для них теме? Михаил, ну действительно так много жалоб, что пришлось открывать целый сайт в интернете? Да, действительно очень много жалоб, и пришлось открывать сайт. Но причем мы открыли сайт в 2012 году, и уже прошло практически больше двух лет. А вот что послужило императивом к тому, чтобы вы этим занялись вообще? Вот как раз количество жалоб, которое поступало к нам. И мой случай, индивидуальный случай, когда при приобретении новой машины не прошло и тысячи километров пробега, как уже случился официально гарантийно подтвержденный случай – выход из строя элемента коробки передач. А у других людей, которые обращаются на ваш сайт, так же быстро вышли коробки из строя, или какие-то другие сроки были? Ну, по-разному случается. Где-то так же быстро, где-то на пробегах. Вообще, практически машины сгружаются, машиновоза, и в дверях машины застревают с выезда автосалона. То есть, я пришел, купил машину, ее мне выгнали, я сел за руль, и она ломается? Да, она ломается, и прям вот это реальный случай из нашей повседневной жизни. Но это же не помещается в голове. Может такое быть немецкая машина, Volkswagen, которая там сотни лет? Знаменитое немецкое качество? Да, знаменитое немецкое качество разломалось прямо в воротах автосалона практически на выезде. Андрей, вы эксперт в области автомобильного права, и наверняка люди к вам обращались с подобными проблемами. Вот скажите, виноват Volkswagen или нет? Конечно. В данном случае вина однозначно производителя. Даже не его официальный дилер, а именно производственная вина. А как вообще так может быть? Автомобилисты, люди обращаются к авторизованному дилеру, требуют починить машину по гарантии, а им говорят платите деньги. Ну, к сожалению, российская практика такова, что такое количество недостатков по разным маркам и моделям официальные дилеры устранять финансово не могут. Им это неинтересно. Правда, что есть негласное распоряжение для всех автодилеров. Как можно меньше производить бесплатный гарантийный ремонт? А если его вообще не будет, это вообще будет шоколад для них? Ну, я сталкивался с тем, что руководство некоторых автосалонов на собрании своим инженером по гарантии, то есть инженер по гарантии, это то лицо, которое принимает на бесплатный гарантийный ремонт ту или иную машину. Так вот, руководство своим инженерам по гарантии говорит, что бесплатно лишний раз никого ремонтом и заменой отдаривать не надо. Что значит отдаривать? Можете пояснить? То есть кричать налево-направо, стоять листовки, раздавать на улице напротив автосалона? По первому требованию ремонт не предоставлять. То есть пытаться уйти от ремонта, снизить затраты на расходные материалы, на запчасти, на нормы часа сотрудников автосалона. То есть попытаться уйти от ремонта, попытаться выманить от клиента какую-то сумму, которая перекроет какие-то затраты. И только тогда, когда клиент начинает шуметь, писать претензии, куда-то обращаться, возможно ее удовлетворить. А в некоторых случаях они и доводят до суда, а в некоторых случаях и не исполняют решение суда. Идут обжаловать, либо просто игнорируют. Ситуации бывают разные. В это трудно поверить. Почему для того, чтобы просто отремонтировать машину по гарантии, надо обязательно воевать, писать претензии, обращаться в суд? Неужели наши автодилеры не могут вести бизнес честно? Может быть, просто не хотят? Денис, а что сейчас с вашей машиной после очередного ремонта? Ну, в данный момент она ездит исправно. Ездит, правда, проявляли себя небольшие толчки с третьей на четвертую. Но, как выяснилось, это могло быть связано и с зажиганием. Пока нареканий окончательно оформленных, чтобы симптомы проявлялись, пока их нет. Но с ремонта прошло всего три месяца. А вам вообще не страшно ездить на автомобиле, на новом автомобиле, поведение на дороге которого непредсказуемо? Конечно, мне приходится ездить вот мои дальние поездки. В Белгород, когда мы родственников навещаем, я провожу в одиночестве эти поездки. Семью свою я сажаю на поезд. Они, дочка и жена, едут на поезде. Я еду на автомобиле. Потому что, как поведет он себя, встану я где-то в поле или пойду на обгон, а у меня все опять загорится, автомобиль обездвижен, я не знаю. И приходится с оглядкой на эти проблемы пользоваться им. Михаил, а были ли какие-то проблемы, может быть, несчастные случаи, связанные с поломкой коробок ДСГСи? Ну, пример мы, кстати, разместили на нашем сайте dsg7.com австралийского сюжета, где произошел несчастный случай с Мелиссой Райн, которая двигалась по австралийскому хайвею, и у нее произошла потеря тяги в автомобиле. И, судя по всему, произошел сбой бортового компьютера, и машина потеряла тягу, но ее настиг тягач. При этом у нее не была, хочу оговориться, преселективная коробка передач, называемая у нас dsg7, а именно я наехала на механической коробке передач, и у нее произошел сбой. Тоже на Volkswagen? Да, Volkswagen Golf GTI. Достаточно мощная машина, которая двигалась, судя по всему, на круиз-контроле. Потому что там, то, что мы смотрели в отчете австралийского расследования, коронерского, 47 страниц, там очень хорошо показано. Андрей, а могут такие последствия быть из-за испорченной коробки? Запросто такие последствия могут быть, потому что, если компьютер дал сбой, она включает коробку в нейтральное положение. Соответственно, пропадает тяга, и она никуда не движется. Пока она там одумается, она, может быть, подключится. Но не факт. А почему это происходит, как вы полагаете? Какой-то сбой либо компьютера, либо механической неисправности самой коробки, того же мехатроника, сцепления. Я могу пояснить, с чем связаны такие случаи. Если пропадает сигнал с датчика, холла, это датчик, который находится в коробке передач, встроенной. Вот если от него сигнал пропадает, машина не знает, что делать. И получается так, что он на ходу выключается. Алисер, а вообще, вот компания Volkswagen имеет ли право выпускать в продажу автомобили с недоработанной коробкой передачи? Не имеет. Однозначно ответ не имеет. Это противозаконно, потому что нарушается седьмая статья закона о защите прав потребителей, право на безопасность товара. Поэтому, вот единственное, очень жаль, еще раз возвращаясь к началу разговора, что представители Volkswagen ушли в глухую оборону. Это непрофессионально, это некомпетентно, это просто ни в какие ворота не лезет, потому что вы клиент-ориентированная компания. Вы зарабатываете деньги на клиентах, и вам надо объяснять это. Потому что в данном случае, действительно, безопасность товара под большим-большим вопросом. Единственным способом встряхнуть вас и встряхнуть эту ситуацию я вижу в следующем. Запретить сертификацию машин с данной коробкой передач, запретить сертификацию, признать, что данная машина не подлежит сертификации, она имеет технический недостаток, производственный дефект, системную ошибку, существенный недостаток и запретить поставки на территорию Российской Федерации. Я думаю, в словах адвоката есть здравый смысл. Если коробка передач действительно недоработана и автомобили с ней небезопасны, то надо что-то делать. Если сам производитель машин предпочитает эту проблему не замечать, то надо ее решать на государственном уровне. То, что здесь мы сейчас обсуждаем в отношении Volkswagen, все подпадает под действие закона о защите прав потребителей. Вот это все, это потребительская тема. Закон о защите прав потребителей говорит о таком понятии, как существенный недостаток товара. То есть, если он проявляется неоднократно, либо устранение его требует несоразмерного затрат сил или времени, либо проявляется вновь после его устранения. В соответствии с 18 статьей закона о защите прав потребителей, потребитель при обнаружении существенного недостатка может требовать расторжения договора и возврата денег. Спасибо. Михаил, а на сегодняшний день какой срок гарантии на обсуждаемые коровки DSG-7 в России? Официально два года, но в 2012 году к нам на сайт, прошу прощения, на портал Демократов пришло официальное письмо от Volkswagen Group России о том, что гарантия продлевается до 5 лет или по достижению 150 тысяч пробега. Я так понимаю, что это была некая гарантия с оговоркой? Да, это гарантия с оговоркой, причем очень такой непростой оговоркой. Потому что в официальном письме было указано, что идя на встречу нашим пожеланиям в целях сохранения лояльности бренда к своим автовладельцам, гарантия продлевается, как я уже сказал, до 5 лет или по достижению 150 тысяч пробега, на элементы коробки передач. А что это значит? Это значит, что мы трактовали это письмо как на все элементы. То есть коробка состоит из модульной основы. Там существуют элементы сцепления, мехатроник и так далее и тому подобное. Значит, вот на все элементы это вот мы посчитали так, из письма. Но потом, когда люди стали обращаться на наш сайт с жалобой на то, что официальный дилер отказывает им гарантийный ремонт и мотивирует тем, что элементы оказываются у них два. Это самое проблемное. Мехатроник и сцепление. В общем, это ни в какие ворота не полезло, потому что в Китае, в Израиле, в Сингапуре, это все те страны, которые получили официальную гарантию. Причем Китай он получил 10 лет или по достижению 160 тысяч пробега. И при этом даже на шестиступенчатые коробки передач, о которых мы даже не заикались. Вот там меняется вся полностью коробка сбори. Что бы ни произошло с ней, вот приезжают. Так это гарантия или все-таки программа лояльности? Это программа лояльности. Алишер, можете объяснить разницу между гарантией и программой лояльности? Гарантия – это когда произошел гарантийный случай, ты приезжаешь в сервис и тебе меняют всю коробку. А программа лояльности в переводе означает, тебе идут на некие уступки. Вот как бы коробка состоит из 10 элементов. Вот мы тебе два элемента поменяем по этой программе лояльности. И то это должна быть еще проверка качества, это должно быть еще решение какое-то мотивированное принято. Должна пройти какая-то процедура, время, нервы. Непонятно, правда, сколько. По закону там есть определенные сроки, 45 календарных дней устранения недостатков. А все остальное – это не гарантийный случай. И они говорят о том, что это ты будешь менять сам. Но надо понимать, что с точки зрения закона о защите прав потребителей, вся коробка является единым механизмом, агрегатом. И нет такого понятия, как часть сломана, часть не сломана. Это все называется морочить голову, по-русски говоря. Вот сломалась коробка, они, как здесь в Китае, в Австралии и других странах, обязаны взять и заменить. Потому что все законы говорят, что потребитель лишен специальных знаний. Это является экономически слабой стороной. Как говорит Верховный суд, Высший арбитражный суд. И ему необходимо защищать его интересы. В данном случае я не вижу никакой защиты. В данном случае я вижу расщепление проблемы, максимальный уход от закона о защите прав потребителей. И объяснение тебе то, что ты должен опять платить деньги. Это нарушение закона. Спасибо. Денис, а по программе лояльности вообще трудно починить коробку? В моем случае проблем не возникало. Но для того, чтобы не было этих проблем, я выполнял ряд условий. Все ремонты, даже маломальская диагностика, только у официального дилера. Потому что существует опасность. Не дай бог поменяешь масло где-нибудь не у официального дилера. И откажут во всех программах лояльности, во всех скидках, во всем, на что только можно было рассчитывать. Поэтому я вынужден был ремонтироваться и обслуживаться только у официалов. И у меня до сих пор проблем с этим не возникало. Ну, за исключением того, что это длительный срок ожидания. Две-три недели. У кого-то из коллег, может быть, у людей с сайта. Какая ситуация? Такие проблемы периодически случаются. Особенно в регионах. В Москве еще как-то удается людям отстоять. Хотя тоже случаются отказы. И отказы вплоть до того, что человек в суде пытается отстоять свое право. Показывает это письмо. А юристы, адвокаты Volkswagen, судье заявляют, что никакого письма нет. И в помине. Никакого портала Демократор они не знают. В частности, на портале Демократор тоже не так давно, неделя-полторы назад, все документы, вся переписка с Volkswagen исчезла. Но вот люди приезжают в сервис, сломалась коробка. А чем Volkswagen Group мотивирует отказ в ремонте? Да, ситуация такая, что если человек не знает об этом письме, а он запросто может не знать, Volkswagen никого не оповестил. Это знаю я, потому что я знаком с Михаилом. Это знают те люди, которые заходят на сайт. Кто-то, может, услышал от кого. Но большинство даже не знает об этом. Они приходят в сервис, обращаются с проблемой. Основная гарантия двухлетней уже закончилась. И автосервис лишен всяческих препятствий. Выставить счет 100 тысяч, 370 тысяч. Если человек не знает, он посидит в валерьяночке, попьет и пойдет. А если знает? Вот пришла информация, зашел на сайт Михаила, знает. Приезжает в автосервис. Неужели из-за того, что он знает, ему не откажут в ремонте? Во-первых, это согласование происходит тайно. Я приехал с проблемой. Ее забрали машину, подключили прибор, что-то там, почитали ошибки. Выслали это все в Германию или куда-то они там высылают. Те посидели, подумали и приняли решение, менять или не менять. На основании чего они принимают это решение? Каким образом? И могу ли я на это рассчитывать? Я вообще не в курсе. Поэтому просто выходит ко мне человек и говорит, нет, вам не одобрили замену по этой расширенной программе лояльности. Заплатите, пожалуйста, 80 тысяч рублей. Или 370. Если это вся коробка. Да. Вот интересно, а знают ли вообще официальные дилеры Volkswagen о том, что руководством компании принято решение продлить срок гарантии на коробке передач DSG-7 до 5 лет? Сейчас мы это проверим. Позвоним на горячую линию одного из авторизованных дилеров Volkswagen Group Rus, компанию Ruslan. Верни, Санаде, Алексей, слушаю. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот автомобиль Volkswagen Passat с коробкой DSG-7, которая барахлит. Машине 3,5 года. Вы можете ее отремонтировать по гарантии? Коробку передач. Возможно. Вначале надо выяснить, что за дефект. Ну, выясните, а по гарантии мне ее отремонтируют? Я вам не могу сказать, пока мы не проведем диагностику. Хорошо. А вообще гарантийный ремонт коробок после 3 лет вы осуществляете? Осуществляем. А в каких случаях? При замене блока управления мехатроника. Так. Если выяснить, что это заводской брак. При замене ремкомплекта сцепления. Так. А еще? В каких случаях? Все. А как вы выясняете, что это именно заводской брак? Вас очень плохо слышно. Перезвоните, пожалуйста. Да, я буду говорить громче. Простите, я просто с мобильного звоню. Я вас вообще не слышу. Рыбками слышу. Перезвоните, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. А какая еще может быть поломка у простого потребителя? Ты же не лазишь в эту коробку сам? В этой коробке другие. Действительно, это же необслуживаемый по большому счету агрегат. Это же не лампочку поменять? В этой коробке другие узлы ломаются, кроме этих двух. Да, конечно, ломаются. Конечно, ломаются. Еще как ломаются. Значит, нужно по ним получить такую же бумагу. Но само то, что Volkswagen расширил гарантию по этим двум узлам, да, возможно, он немножко схитрил. Ну, а почему вообще он должен хитрить? Огромный концерт. Вот, а хитрит как, ну, я не знаю, ну, простите, я не буду приводить там аналогии пример. Почему он должен хитрить вообще? И почему надо что-то доказывать? Я купил, я заплатил, я имею гарантию. Почему я еще должен мучиться? Кстати, по поводу доказывания хочу сразу сказать, что по закону о защите прав потребителей обязанность доказывания лежит на продавце, на производителе. Я, потребитель, вообще ничего не должен доказывать. Может быть, члены инициативной группы DSG-7 ошибаются, утверждая, что коробка передач некачественная. Мы решили это проверить и отправились в один из московских автосервисов. Мы попросили специалистов проверить коробку передач в машине Дениса. Весь процесс занял несколько минут. Мастер подключил компьютер к бортовой информационной системе автомобиля. И тут выяснилось, что во время предыдущего ремонта кто-то стер из нее всю статистику неисправностей. Сейчас ошибок по коробке нет. Но на самом деле очень часто клиенты обращаются с этими проблемами. И проблема, к сожалению, носит системный характер, которые не специалисты, но вот и официальные представители, они не могут озвучить, откуда эта проблема исходит и как с ней бороться. И менялись коробки на таких машинах, и менялись сцепления, менялись блоки управления. К сожалению, это так. И очень часто сталкиваемся с теми вопросами, когда у людей заканчивается гарантия, и они приезжают и говорят, а что нам делать? Ведь согласитесь, что это проблема корпорации Volkswagen. Если у них все машины этой марки, и все коробки, которые ставились на эту машину, и на многие другие выходят из строя, как делают другие в Америке, отзываем весь модельный ряд. Почему они так не делают? Ну, возможно, это связано с тем, что они не знают, как решить этот вопрос. Потому что отозвать и заменить, это надо отозвать и заменить на что-то, чтобы работало. С момента последнего ремонта коробки передач в машине нашего героя прошло всего три с половиной месяца. Но Денис уверен, совсем скоро ему снова придется обращаться к дилерам компании Volkswagen и просить выполнить очередные гарантийные работы. Он уже не уверен, что они согласятся. Скажите, а что бы вы могли посоветовать мне в дальнейшем делать с этим автомобилем? Потому что пять ремонтов за три с половиной года, и каждый раз мне говорят у дилеров, что теперь проблема решена, теперь все починили. Либо требовать у Volkswagen продление гарантии и надеяться на то, что они эту проблему решат в конечном итоге. Может быть, не сегодня, может быть, завтра. Да, и закроют этот вопрос. А в противном случае, после завершения срок гарантии, есть большая вероятность, что вы просто будете чинить ее за свой счет. Ремонты не дешевые. Я правильно понимаю, что самый первый вывод, который напрашивается, это не возиться дальше с проблемным автомобилем, а продать его просто. Ну, к сожалению, так. К сожалению, так. А не жалко следующего вагельца? Да вот очень жалко, конечно. Как-то спихивать проблемы на другого человека непорядочно, неэтично. Так, конечно, нельзя просто. Получается, что Денис попал в замкнутый круг. Машину и продать нельзя, и ездить на ней дальше небезопасно. Одна надежда, что автодилер войдет в ситуацию и вернет деньги. Андрей, а как вообще могло получиться, что из электронного блока памяти были стерты все предыдущие ошибки? История ошибок. При обращении человека на техцентр они проверяют эти ошибки, смотрят, какие неисправности, и потом, когда машину отдают, они их удаляют, чтобы при следующем обращении было видно, что появилось. Но при этом они должны эти ошибки по-любому сказать владельцу, какие были. Если они не сказали, то это, конечно, очень неправильно. Это очередная хитрость, да? Историю, на самом деле, они не стирают, они предоставляют информацию, что истории нет. Но по закону, по налоговому любая документация должна в определенный период находиться. Да, не хранится эта информация. Заказ наряды, который есть у потребителя, такие же есть и в салоне, а также это все есть в электронной таблице. Андрей, вот в сюжете Денис сказал, что он не хочет продавать машину, с явными недостатками, следующими владельцу. Вот скажите, по этическим соображениям, а вот с точки зрения закона это наказуемая штука? Ну, на самом деле, законодательно, он имеет право продать этот автомобиль дальше. Относительно своих каких-то духовных ценностей, он сам решит для себя рассказывать, о поломках или не рассказывать. Но вообще, я бы на его месте обращался бы именно в автосалоны. Либо в представительство с целью заменить автомобиль, либо вернуть за него деньги. Спасибо. Алис Шер, а вот вам тот же вопрос. Есть ли какое-то наказание с точки зрения закона за сокрытие скрытых дефектов? Да нет никакого наказания, конечно. Если говорить о том, как надо было бы, если он намерил кому-то продать, распорядиться своей собственностью, новому автовладельцу сказать, знаешь, что, милый, вот в этой машине я столкнулся с такими, с такими, с такими-то проблемами. Я хочу за это 100 рублей. Я тебя официально предупредил. Вся ответственность на тебе. Согласен? Соответственно, тот подумает и скажет, либо я согласен, либо я не согласен. Вот умалчивание, если он не скажет, конечно, позволяет новому владельцу в дальнейшем обратиться в суд и требовать с него уже возврата денег. Что крайне-крайне затруднительно и требует колоссального количества времени. Они занимаются этим буквально в смысле слова единицы. Правильно сказал коллега. Здесь надо набраться решимости. Правовое основание, на мой взгляд, есть. Мы говорим о существенном недостатке, который повторяется неоднократно, либо проявляется вновь после его устранения. Соответственно, работает 18-я статья закона о защите прав потребителей. Я имею право обратиться, как говорит 18-я статья, по истечении 15-ти дневного срока. И по этому основанию требовать либо обмена товара, либо расторжения договора и возврата денежной суммы. Вот вам правовая перспектива этого вопроса. Помимо этого, все расходы на проведение экспертизы, на оказание юридической помощи, моральный вред, по неустойке 1%, если они будут тянуть, репу чесать. Но вот такой путь. Обманывать дальнейших людей, как говорится, подобное порождает подобное. Они хитрят. Соответственно, и ты хитришь. Вот эта вот цепная реакция. Но кто-то должен ее разорвать, наверное. Вот я думаю, что Денис как раз ее и разорвет. Владельцы машин со злополучной коробкой сталкиваются с тем, что официальные сервисы Volkswagen просят их оплачивать ремонт после истечения двух лет гарантии. За замену коробки берут от 370 до 420 тысяч рублей. Андрей, а вот сколько в вашем сервисе стоил бы подобный ремонт? Ну, все зависит от характера поломки. Скажем так, если это замена сцепления, где-то с запчастями, это выйдет 45 тысяч. Если замена коробка на другую, где-то выйдет 150 тысяч под ключ. То есть другая коробка будет стоять с мехатроником, с другим, и с сцеплением, и с гарантией. То есть ты в 3 раза дешевле, чем у официального дилера, получается так? Если они не там... Ну, это будет другая восстановленная коробка. Но все равно сумма не маленькая. Ну, все равно сумма очень не маленькая. Сколько вы даете гарантию? А что чаще всего... Год, да. Год? А что чаще всего выходит из строя? Ну, как уже говорили, мехатроник и сцепление. Вот. Есть еще, конечно, и внутренние проблемы в самой коробке. Там система смазки устроена так, что смазается она разбрызгиванием. И верхний вал там есть, до которого смазка, в принципе, особо не доходит. Если касается езды в пробке, то она вообще почти не смазывается, потому что не забрасывается на подшипники. Выходит в строй подшипники, все это известно, и такие машины к нам приезжали, как под копирку, одни и те же проблемы вот по этому валу. Мы меняем все подшипники сразу и отпускаем машину. Тут, соответственно, ремонт дешевле уходит, потому что мы не меняем мехатроник и не меняем там сцепление, если клиент не хочет. Он говорит, меняйте мне, устраните шум. Мы его устраняем. Понятно, что работы очень и очень много. Денис, я, насколько понимаю, даже 100 тысяч платить вы не согласны? Ну, это уже выходит за рамки разумного, потому что само техническое обслуживание автомобиля в год недешево обходится, потому что цены там дикие. Какую-то лампочку поменять, она почему-то не копеечная, как в магазине, а в десятки, в 20-30 раз дороже. Но, тем не менее, приходится это выполнять, чтобы рассчитывать потом на гарантийные замены. Но если еще нужно и за коробку ежегодно платить, ведь она 5 раз за 3,5 года вышла, в среднем раз в 9 месяцев получается. Даже чаще. Да, это я должен каждые 9 месяцев, помимо того, что я регулярно плачу за техническое обслуживание автомобиля. Если коробка передач действительно недоработана, неудивительно, что она периодически выходит из строя. Удивительно другое, почему каждый раз недешевый ремонт коробки обязан оплачивать сам владелец машины. Я в таком случае обязательно постарался бы вернуть машину дилеру и забрать свои деньги. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот ваши требования к компании Volkswagen. Исходя из всех обсуждений, исходя из того, что я понял, да, я буду теперь обращаться, видимо, в суд, собирать все свои вот эти чеки, заказ наряды и пытаться доказать и заставить их вернуть деньги за автомобиль. Спасибо. Алисер, реально это сделать? Я думаю, что да, реально. Я вижу здесь правовую перспективу, исходя из того, что я услышал. И я всячески желаю нашему герою довести это дело до конца и не откладывать в долгий ящик. Потому что ваше решение, оно вот в вашем лице десятки других людей, которые мыкаются вот с этой проблемой. Гарантия продлена, следовательно, машина на гарантии, правильно? И, следовательно, ее можно поменять или вернуть деньги согласно закону о защите права потребителей. Через суд? Ну, если наш уважаемый Фольксваген слышит нашу передачу, и они готовы вот сделать такое возле изъявлений добрый жест и нашему герою поменять машину либо вернуть деньги, ну, хорошо. Но в данном случае действительно человек мыкается, ну, пять раз. Ну, хочется ведь еще и деньги свои вернуть. Следовательно, только в суд, правильно? Да, получается, что судебные перспективы. Готов. Истории с непонятной гарантией на коробке передач ДСГ-7 заинтересовались даже в Государственной Думе. Депутат и лидер движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков подготовил обращение в Фольксваген с просьбой решить эту проблему раз и навсегда. Вячеслав Иванович, я знаю, что вы делали депутатский запрос в концерт «Фольксваген». Что в нем было и каков был ответ? В нем я говорил о том, что ко мне обратилась инициативная группа граждан по поводу качества автомобиля концерта «Фольксваген». Как раз разговор идет об этой несчастной коробке. При том, что при небольших пробегах агрегат зачастую выходит из строя, это влечет за собой необходимость ремонта и так далее. Машина больше находится в ремонте, чем служит своему хозяину. Огромные, достаточно большие суммы денег уходят из карманов владельцев на замену, на ремонт этой коробки. Я просил устранить вот это безобразие, честно говоря, ссылаясь на статью 6 и закон о защите прав потребителей. Был получен ответ официальный. Принято решение осуществлять за счет завода-изготовителя бесплатный ремонт или замену узлов коробки передач в срок до 5 лет или до достижения 150 тысяч километров пробега с момента передачи автомобиля первому покупателю. Этот документ Вячеслав Иванович получил в июле прошлого года. Но шло время, а жалоб от автолюбителей, которым отказали в гарантийном ремонте коробки передач, становилось все больше. И тогда инициативная группа с сайта DSG.com решила попросить депутата отправить повторный запрос. Я, конечно, свяжусь с Федеральной антимонопольной службой и попробую все-таки решить вопрос, решить проблему и уесть, ущемить этих ребят в хорошем смысле этого слова, защищая права моих же избирателей, в данном случае коллег-автомобилистов, подумаю, как это сделать с помощью наших государственных органов, в том числе с помощью Федеральной антимонопольной службы. Потому что такое отношение к потребителям, к покупателям автомобиля, оно абсолютно неприемлемо. Депутат уверен, пора законодательно менять политику автоконцернов, когда владельцы машин вынуждены обслуживаться у официалов по космическим ценам, в страхе потерять гарантии. Здесь конкретные недоработки, попытка свалить все проблемы на плечи покупателей. И если в общем смысле, в философском, то это проблема Российской Федерации, потому что покупатели, клиенты намертво привязаны к дилерам и платят им сумасшедшие деньги за весь срок гарантийного обслуживания. Вячеслав, вам спасибо, что взялись и поможете нашим героям. Спасибо. И вам спасибо за то, что эту тему подняли. Андрей, как вы полагаете, получится у депутата Государственной Думы Лысакова защитить права Михаила и его соратников и добиться от «Фольксвагена правды»? Я считаю, что если «Фольксвагенгрупп» хочет остаться на российском рынке, то им нужно, конечно, прислушиваться к, грубо говоря, руководителям страны, к серьезным личностям, которые предъявляют требования за группу лиц. И нужно, конечно, найти какие-то компромиссы по решению. Михаил, но теперь, какие ваши планы будете воевать до конца? Конечно, у нас изначально была цель добиться для всех прозрачных условий. Мы не хуже, чем Америка, Китай, мы великая страна, и мы не позволим издеваться над своими согражданами. Просто издеваются. Это сильные слова. Спасибо. Денис, а если все-таки «Фольксвагенгрупп» прислушается к депутатам Государственной Думы и сделает пожизненную гарантию на коробку передач ДСГ-7, вы будете считать, что ваша проблема решена? Пожизненная гарантия на эту коробку это, конечно, очень хорошо, потому что клиенты... Да и Бог тебе долгих лет жизни. Да. Потому что клиенты, автовладельцы, они не обязаны оплачивать конструктивные просчеты завода, но как таковую эта проблема все же не решает. Ну, по крайней мере, вы сможете ее продать с чистым сердцем и не волноваться потом, что с вашей машиной, что с ее следующим владельцем? Ну, хотя бы эта часть проблемы будет решена. Хотя бы так. Хотя бы на основе того опыта, который и в других странах. Это первоначальная цель. Но в итоге, конечно, нужно какие-то поправки в законы вносить, большую гарантию объявлять для автопроизводителей, обязывать их к большей гарантии, потому что то, что они делают на нашем авторынке российском, это шабаш какой-то. Ну, вот вы усмехнулись про пожизненную гарантию, то есть получается только суд сейчас? В данной ситуации я не думаю, что Volkswagen добровольно вернет по закону мне деньги, потому что у меня была попытка обращаться в суд. Добровольно никто не идет на эти условия, даже понимая всю законность моих требований, понимая, что закон на моей стороне абсолютно, все равно это баррикады. Баррикады. Ну, а что, не приняли в суде заявление или отказали по решению суда? Нет, в моем случае была другая ситуация. Я настолько лояльный клиент оказался к Volkswagen, что уже запустив судебный процесс, вы его остановили? Да, это было по окончании двух лет гарантии, была третья поломка, я запустил судебный процесс, но тут же вышло письмо, вот это самое гарантийное, пять лет, и вас оно подкупило. Я позвонил на горячую линию, уточнил, вся коробка, мне сказали вся. Мы только что разговаривали с горячей линией, вы слышали все? Да, через две недели горячая линия абсолютно стало другое говорить, что нет, не вся, что только два элемента, а первые две недели подтверждали, что вся коробка, я успел отозвать машину из суда, понес некоторые убытки, оплатил адвоката, но цели не было, цель была ездить, пользоваться автомобилем, тем более, что меня уверяли каждый раз, что все проблемы решили, теперь сцепление такое, не поломается никогда, да и вообще 300 тысяч проедет, вот как пить дать, какие 300 тысяч, если она 30 не наезжает у меня, бедолага. Алисов, поможете подготовить заявление? Да, помогу, если Денис ко мне обратится, я думаю, мы доведем это дело до суда. Ну, считай, что он уже обратился. Хорошо. Спасибо большое. Денис, но, к сожалению, решить все ваши проблемы мы сегодня не смогли, но уже то, что мы этот вопрос вынесли на общественное обсуждение, я думаю, что неплохо. И я больше, чем уверен, что суд примет справедливое решение. Спасибо большое за то, что откликнулись на нашу просьбу, помогли с тем, чтобы этот вопрос вынести на обсуждение. Чтобы больше огласки придать, потому что Volkswagen закрывается всеми силами, и наши средства сейчас это СМИ, это ваше внимание. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы благодарим наших гостей, высказавших свое экспертное мнение. А вам, дорогие телезрители, я хочу сказать, если вы столкнулись с трудностями, не отчаивайтесь, звоните нам, чем сможем, поможем. А зрители в студии могут оставлять свои заявки прямо здесь у нас. С вами был Андрей Эйхвус, совсем скоро увидимся. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ